Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале Китай стал ближе Всем салют друзья, сегодня у нас будет обзор вот этого вот плеера, который недавно пришел Ссылочку на видео оставлю сверху экранчика, можете посмотреть видео о распаковочке А сегодня мы сделаем именно обзор этого плеера Значит, что из себя представляет этот плеер? Похож он на iPad Nano, но конечно по качеству будет намного, я думаю, хуже Ну так, плеер своих денег, я думаю, стоит Ну давайте, сейчас мы разберемся поподробней Что значит хорошего есть в этом плеере? Ну, во-первых, наверное, что хорошо, он выпускается в шести разных цветах Это во-первых По размерам, размеры его составляют 70 на 53 миллиметра То есть размеры довольно-таки, как бы по толщине он тонкий, там по-моему всего 8 миллиметров Она по размерам широкий, то есть если положить в карман, я думаю, его будет довольно-таки легко раздавить На вид симпатичный, но вот эта задняя панелька, она пластиковая, то есть видите, он толком не эксплуатировался, да? А уже весь поцарапанный Внешний вид, конечно, подводит Корпус очень хлипенький у него Переключать можно даже не нажимая на кнопки А просто нажать им на корпус, уже происходит переключение То есть видите, я на кнопки не нажимал, только нажал на корпус, а уже переключается все Так что корпусом вот у них прямо какая-то проблема произошла Значит, что еще можно об нем сказать? Вход для зарядки у него расположен снизу, тут же расположен вход под наушники И кнопка включения-выключения плеера Что мне еще не понравилось, это то, что вход под зарядку, это вот такой вот он широкий шлейф То есть, если вы где-то потеряете шнур, зарядить этот плеер будет уже довольно-таки проблематично Здесь уже у него вон щель, то есть чуть его прижали И все, появилась щелка Уже внешний вид у него попорченный Ну, а в внешнем виде я уже говорил, выглядит симпатично, но очень-очень-очень хлипкий Так, ну, значит, что дальше? Переходим к меню Меню у него многоязычное Есть, по-моему, 24 языка Меню полностью перевелось Перевелось вроде нормально, но вот Сам язык меню, он не перевелся То есть, язык меню остался также на английском, как вы видите А так вот, вроде, в самом меню буквы перевелись То есть, под меню Под меню перевелось, а меню не перевелось Ну что ж, давайте с ним познакомимся Начнем с низу Игры Есть 4 игры Скажу честно, играть не пробовал Грузчик, тетри, змейка, пятнашки Играть не пробовал, поскольку, ну, не вижу, это нецелесообразно Очень мелко В принципе, если совсем нечем будет заняться То, наверное, можно и поиграть То есть, игры рабочие Играют, работает, все, змейка поворачивает И так с остальными играми, в принципе, то же самое Поедем дальше Ди-бук, то есть, электронная книга Электронная книга, формат TXT Скажу честно, не пробовал ничего загружать Что-то у нее тут вроде есть, но опять же, на китайском языке Так что, особо не лез я сюда Здесь у нас установочки Дальнейшая кнопка установки Можем установить время Дисплей, картинку, язык, питание В питании можем установить время включения и выключения автоматическое И обновление программного обеспечения То есть, можно через компьютер, через интернет закачать версию и обновиться Итак, вот загрузились фото Можно просматривать Но поскольку фото весит довольно-таки много Даже в таком разрешении То он зависает при просмотре Бывают у него глюки, зависания Но фото довольно-таки яркие, насыщенные Поехали дальше Дальше у нас FM-радио FM-радио, как я не пытался настроить То есть, и с наушниками, и без наушников Не поймал я ничего То есть, никакую радиостанцию не поймал Хотя есть здесь и автопоиск, и все есть Все включал, все настраивал Но не ловит У нас, может быть, в Москве будет ловить Но здесь, к сожалению, не ловит Даже с наушниками, даже длинные наушники подключал Не ловит ничего Поедем дальше Значит, это воспроизведение Воспроизведение записи с диктофона Рекорд, это сам диктофон Можно использовать его для записи своего голоса Да, вот, вошел Можно использовать как диктофон И самое последнее Нет, не последнее И теперь перейдем к видео Видео формат Только AMV Воспроизводит только AMV формат Я, честно говоря, даже не сталкивался С таким форматом И, честно, искал, не нашел Ничего не стал грузить Здесь есть два ролика Но, я думаю, у всех есть смартфоны И смотреть видео на плеере Тоже не особо целесообразно Так что, а так вот Есть два ролика Они воспроизводятся Все прекрасно Можно их посмотреть Но загружать сюда что-либо Я думаю, смысла нету Идем дальше И дальше у нас осталось Самое главное Это музыка Что скажу по музыке Музыку свою цену Он отыгрывает полностью Отбивает и то, что еще здесь 8 гигабайт Настройка 7 эквалайзеров Можно настроить под себя Звук Настройка скорости воспроизведения Правда, не знаю, зачем Кому это нужно Настраивать скорость воспроизведения Но скорость воспроизведения Настроить можно То есть Играет он хорошо Но вот все остальное В нем, я думаю, лишнее Можно было оставить там диктофон Диктофон Ну, фотографии еще можно оставить И использовать его как носитель И как плеер То есть, как плеер Он работает очень отлично И не понравился мне, что большой корпус Очень клипкий Очень клипкий Видите, я нажимаю на кнопки Просто нажатием на корпус Ну, это не очень хорошо Я так думаю Это большой минус Ну, вот В общем, был сегодня Такой вот обзорчик Вот этого плеера В основном В целом Плеер мне понравился Но много лишних деталей То есть, вот эти игры FM-радио Которое не работает Ну, может в городе Оно будет работать Игры, видео Можно удалять отсюда смело У всех сейчас есть смартфоны Так что, я думаю Даже электронную книгу Здесь, на таком маленьком табло Читать электронную книгу Будет, ну, затруднительно И только ломать глаза Зачем это надо Для этого есть смартфоны Есть нормальные электронные книги Вот такой вот был сегодня обзор А на сегодня все Жду вас на своем канале Ставьте лайки Комментируйте Оставайтесь с нами Очень люблю отвечать На ваши комментарии Еще раз повторюсь Так что, жду всех в гости Пожалуйста, заходите На страничку ВКонтакте Списывайтесь со мной Всем с удовольствием отвечу Смотрите, фотографии Будут выложены ВКонтакте Всем пока Всем до новых встреч Удачи Ждем новые видео Переходите по ссылке в описании Вы сможете заработать на кэшбэке С покупок на Алиэкспресс И не только Подробности в описании Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok